Мир всем. Мир всем. Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Мир всем, Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Воистину Воскрес! Мир всем, Христос Воскрес! Юлия Субботина, слышите меня? 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 Аминь! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 17 по 20 стихи. То есть, если следил, может меня поправить, я могу ошибаться, но начнем с этого. Иисус пришед, нашел, что Он уже 4 дня во гробе. Вифания же была близ Иерусалима в стадиях в 15, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о братьях. Марфа, услышавши, что идет Иисус, пошла навстречу Ему. Мария же сидела дома. Господь намеренно промедлил, чтобы Лазарю исполнилось 4 дня. Потом пошел, чтобы чудо сделать со всех сторон свободным от клеветы. Вопрос. Все понятно, идем дальше. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 21 по 28 стихи. Надежда Благодатская, микрофон выключите, пожалуйста. Тогда Марфа сказала Иисусу. Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты не попросишь у Бога, даст тебе. Иисус говорит ей, воскреснет брат твой. Марфа сказала Ему, знаю, что воскреснет воскресенье в последний день. Иисус сказал ей, я есть воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли ты сему? Она говорит ему, так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Иисус сказал ей, сказавши это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря, Учитель здесь и зовет тебя. Толкование. Марфа имела веру во Христа, но не полную, не надлежащую. Посему и говорит, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Сказала это без сомнения, потому что не веровала, что он, если бы захотел, то и не присутствуя лично, мог бы предотвратить смерть брата ее. А Дарья обнаруживает еще большую слабость веры, ибо говорит, чего ты не попросишь у Бога даст тебе. Видишь ли, она считает его за какого-нибудь человека, добродетельного и угодного Богу, ибо не сказала, чего ты не захочешь, все сделаешь, но чего не попросишь, все даст тебе. Подумала, что он воскреснет в последнее воскресенье. А что будет последнее воскресенье, это Марфа знала частью из Божественного Писания, а еще более из частых бесед Христовых о воскресенье. И вы, если уверуете в меня, не умрете, но будете выше смерти духовной, которая гораздо страшнее. А кто избавляет от смерти страшнейший, тот тем легче избавит умершего брата твоего от смерти менее страшной. Господь спрашивает, верует ли она, что он есть воскресенье и жизнь, и что верующий в него не умрет вовек. Будешь ли разуметь смерть духовную или телесную? Ибо о верных, по причине их надежды на воскресенье, справедливо говорится, что они не умирают. Ибо учитель, говорит, пришел и зовет тебя, и как он пришел, то самое пришествие его служит тебе зовом. Ибо как скоро он пришел, то и тебе необходимо пойти навстречу к нему. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 11 глава, 29 по 32 стихи. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме, утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, и, увидевши его, пала к ногам его и сказала ему, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Толкование. Увидевши его, она пала к ногам его, не устудившись народа, не обративши никакого внимания на то, что некоторые из бывших тут враждебно расположены ко Христу. В присутствии учителя она отбросила все человечество и заботилась только о том, чтобы почтить его. Она говорит, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Марфа же ничего такого не делает, ибо она не падает пред ним. Она против, когда Христос и подает добрую надежду относительно брата, она оказывается неверующей. Хотя и Мария является несовершенную, когда говорит, «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Однако Христос не говорит ей ничего такого, что сказал сестре ее, потому что тут было много народа, и не время было для таких речей. Вопросы? Вопросы? Евангелие от Иоанна, 11 глава с 33 по 37 стихи. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней и уйдеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился и сказал, «Где вы положили его?» Говорят ему, «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали, «Не лог ли сей, отверши его очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Толкование. Так как Мария и пришедшие с нею плакали, то природа человеческая располагалась к слезам и смущалась. Господь же подавляет потрясения в духе, то есть духом обуздывает смущение и удерживает тонны, и делает вопрос, нисколько не обнаруживая слез. Но как Господь скорбел, ибо был воистину человек и желал удостоверить в действительности своей человеческой природы, то позволил ей сделать свое. В то же время он ограничивает плоть, запрещает ей силой Духа Святого. Но плоть, не вынося запрещения, смущается, воздыхает и придается печали. Все это Господь допускает испытать своему человечеству, частью для того, чтобы утвердить, что он был человек поистине, а не по провидению, а частью для того, чтобы научить нас полагать пределы и меру печали и беспечалью. Ибо не имеется чувство и слез, свойственно зверям, а проливать много слез и придаваться много печали, свойственно женщинам. И так как Господь воспринял на себя нашу плоть и кровь, евреям 2.14, то принимает участие и в том, что свойственно человеку и природе, и показывает нам меру в том и другом. «Где вы положили его?» – спрашивает Господь. «Не потому, будто не знает, ибо быв в вином месте, и однако он знал же, что Лазарь умер. Но для того, чтобы не подумали, будто он сам от себя вызывается на чудо, но желает узнать все от них и совершить чудо по их просьбе, чтобы освободить оное от всякого подозрения. И как не было еще никакого намека на воскрешение Лазаря, и не приходило никому на мысль, что он идет воскресить его, а не поплакать только, то и говорят ему «Господи, пойди и посмотри». А лукавые иудеи, несмотря на то, что пред глазами их большое несчастье, при всем этом не оставляют своей злобы. Вопросы? 38-го по 42-й стихи. «Иисус же опять, скорбя внутренне, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе». Иисус говорит ей, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня. Но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Для чего евангелист опять замечает, что Иисус плакал и скорбел по сочувствию? Для того, чтобы мы знали, что Он истинно облегся в наше естество. Иоанн сравнительно с прочими евангелистами возвещает о Господе высшее учение и богословствует нечто великое. Посему и из дел его телесных повествует о более уничиженных. Посему и скорби Господа он находит много человеческого и тем доказывает истинность плоти его, чтобы ты познал, что Господь был Бог и вместе человек. Ибо когда Лука подвигом, скорбью и потом Господа, глава 22, так Иоанн слезами его доказывает, что он носил истинную плоти. Для чего Господь не воскресил Лазаря, когда камень лежал еще на гробе? Вопрос. Это он, это не он. Евангелие Таана 9.9 Ибо присутствие на самом месте и отнятие камня своими руками должны были заградить уста неблагонамеренным свидетелем чуда. Для чего молится Господь? Или вернее принимает вид молитвы. Слушай, как сам он говорит. Для народа здесь стоящего сказал я сие, чтобы поверили, что ты послал меня. То есть для того, чтобы не считали меня противником Богу. Чтобы не говорили, что я не от Бога. Чтобы доказать им, что дело это совершено мною по твоей воле. А что именно по этой, а не по другой причине представляется молящимся. То есть для предстоящих. Обрати внимание и на самую молитву. Благодарю тебя, Отче, что ты услышал меня. Ясно, что это не молитва, а только положение и вид молитвы. А что он не нуждается в молитве. Это видно из того, что он многое иное совершал без молитвы. Например, тебе говорю бес, выйди из него. Лука 4.35 Еще, хочу очистить. Матфея 8.3 Еще, прощаются грехи твои. Матфея 9.2 А это важнее всего. И морю умолкни, перестань. Марка 4.39 Итак, для того, чтобы присутствующие тут поверили, что он с неба, а не противник Богу, Господь и молится. Ибо если при таких делах его, при всесторонних доказательствах единомыслия его с Отцом говорили, что он не от Бога, чего же не сказали бы, если бы он не делал ничего такого? Вопросы? Игнать Тихонович, есть слово? Ну, сейчас, так. Вопросов-то никакого от вас нету. Я скажу только разомненько, подальше вопрос. Что значит, что значит? Что, это не поймут? Что, это не поймут? Воскресное? Воскресное? Вернуйся к жизни. Вернуйся к жизни. Володя, посмотри, что... Ну, я не знаю, что такое эхо дает. Так, может, от вас что-то зависит. Это означает падшую восстановить. И скинь, говорит, падшую восстановить. Воскресить жизнь, где она заглохла. Вот это у нас сегодня 11-е. А вот 14-го, в субботу местная, вот сейчас идет которая, здесь будет в Варнауле фотовыставка про Потеряевку. Улица космонавтов и республики. Видимо, прямо угловой там. Там ИЗО называется. ИЗО, изобразительное какое-то искусство, что-то. Четвертый этаж. В эту субботу, в 16.00, выступает у нас, фотографировал теперь уже, наверное, около 30 лет, один очень сильный известный художник, Волобоев Александр Павлович. Там будет около 90 фотографий. Там специально у них зал. Четыре дня выставка будет работать. Вот. Воскрешение, воскрешение, там ни одного человека не было. Местность ожила. Немножко там люди живут. И вот как раз к этому и говорю. Слово воскресение означает не только там где-то один человек. Земля, которая вся была заминирована, нельзя было подойти. Она говорит, теперь разминировали, там виноградники. Вот так и здесь. Если ты знаешь, что там ереси одни, еретики, попробуй исправить. Вот сегодня мне пришлось один ролик смотреть. Пархоменко Константин. Вот кто-то не знает, если запишите его. Я его один раз увидел. Один раз только. И вот он сидит одетый, с крестом. Как только я его прослушал, ну минут пять. Я сказал, он или уже сектант-теоретик, или где-то на грани стоит. А больше я ничего не слышал. Голос. Вот как говорит, и кого я знаю, отступников, которые ушли. Они как вот под копирку одинаковые. Вот Боев, который там, в Красноярске сейчас его, ну, сана решили. Вот этот, его называют клоун. Сергей Журавлев, как бы обновленческий, как-то отхлепископ. Обманщик, ничего нету. Все время кревляется, смеется. Вот здесь точно такая же. Каким голосом говорит? Одно к одному. Как будто бы это в Потеряевке, который был там, блудник один. И вот он говорит о женской нечистоте. Все женщины знают, когда она нечистая, то ей надо быть дома. А он, нет идей, причащайся в этот день. Он просто богохульствует. И внизу комментарии женщины говорят, да как же так, да я нечистая, как же это пойдут? Ну, бывает, месячные, когда идут, или после рождения. Нет, что Бог очистил, не почитай нечистым. Кощунник. Я до конца дослушал его. Посмотрел. Его сегодня прям надо, говорит, за хвост да в яму. Все правила, все извращено. Я тогда сел и могу даже засчитать определенно. Книга, правил, каноны все. Он ни одного правила не называет, как будто ничего нет. А вот сказал, сказал Климент Римский. Он жил там в половине третьего века. Запомните, половина это не дня, века. А ему Павел передает привет. Он вообще писание не знает. Он у нас приблизительно в 97-м или 101-м году. На второй век может быть один год только. Ну, тут небольшая разница-то. Но не в половине третьего века. Что попало городе-то? И все. Где бы какая нечистота была у мужчины, у женщины, это ничего не значит. Главное, причащайся, причащайся. То есть в ад людей толкает. В Новом Завете этого нет. Бог не сказал. И нигде мы не видим. Да не сказал, зачем говорить-то. Что касается плоти, все осталось в стиле. Про бороду ничего в Новом Завете не написано. Почему? Да человек тот же остался. В Новом Завете не написано, что не женись на матери, на сестре родной. Это все в Ветхом Завете сказано. Господь не пришел выправлять внешнее. Он пришел для внутреннего воскресения. Это священник Пархоменко Константин. Посмотрите. Вот, пожалуйста. То есть возражают люди. Сеять смерть. Если кто пойдет на выставку на эту посмотреть, там есть, что будет посмотреть. Он маленький буклетик выпустил с этими фотографиями. Повторяю. Город Барнаул. Улица космонавтов. Пресещение с республикой. Улица республика. ИЗО. ИЗО. Изобразительное искусство или что там. Четвертый этаж. В субботу в 16.00. Волобой по Александру Павловичу. Вот как я через то, что Лазарь воскрес, я говорю о воскресшей местности. Таких мертвецов сегодня в России примерно более 21 тысячи сел, которые сгинули полностью. Мы пока единственные, которые воскресли. Из тьмы восстало. Не просто воскресло. А правила какие? Таких сел вообще нету, что ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать, ни лгать. Это в основу положено. И при том на старинных, христианских, благочестивых русских обычаях. И одеяния, и все остальное. Такого не было даже еще. Но нам Господь вот позволил, и получили землю. Кто-то из меня спрашивал, говорит, ну а вот если я получить землю, сколько она стоит? Я у батюшки спросил, ну это дом, вместе полгектара. Где-то примерно 35 тысяч. Примерно. А может чуть поменьше. Землю сейчас. Ну и надо, конечно, если не этого гражданства, получить гражданство, а то приехал регистрацию, получить и все. Сейчас будем более тщательно исследовать. Если человек не верит, что земля круглая, разговаривать даже не будем. Если он, это еще Баркульский там славик, что святой считает, то разговаривать даже не будем. У нас здесь с одним началось именно с этого. Там Германа Стерлигова. На этого смотреть как на разрушителя. Нигде церкви нет. Вот икон один знает, обманщик, одного епископа и никому не говорит. То есть, на чем мы обожглись, это мы поставим тоже в порядок. Кто будет прижать? Малая ложь как будто бы. Мы так договорились, какая разница там, плоская или круглая. Но за этим сатана тянул целую цепь. Зараза дохлая. Оно красиво выглядит, конечно. Сейчас в интернете появилась какая-то в море тихую погоду. Видят такая полосатая, шар, огромный шар. Никто не видел. Гадали, гадали. А когда ближе подплыли, оказывается, кит сдох. Его вздуло, там дышать нечем. Изнутри-то воздуха выходить некуда. И он полосатый шар стоит на море. Надо узнать, что это такое. Почему умерли. Причина-то есть. В первую очередь, тут строили та же. Но никакого движения не было. Стали воровать, блудить, пить. И все рухнуло опять. Вернулось к нулю. Вот как я то место смотрю на сегодняшний день. Касается конкретно нас. Все. Я там написал адрес. Республика это не пересечение. Нет такой улицы Республика. Это торгово-выставочный центр. Адрес космонавтов 6Г. Рядом с гипермаркетом Алтай. 6Г? Да. Космонавтов 6Г. Ну, у меня не написано было. Вот мы пойдем там. Надо заснять все. Я не знаю, как до этого выставка была в государственном университете. Называлось заповедник веры. Он очень такой склонный, внимательный. Все время приезжал и фотографировал. Столько выставок было. И везде он там какие-то престижные места занимал. Так, ну, продолжим. Евангелие от Иоанна. Толкование. Он не нуждался в молитве и помощи от нее, потому что равносилен с отцом. Возвал громким голосом самовластным и владычным. Ибо не сказал во имя отца моего, Лазарь, иди вон. Не так. Отче, воскреси его. Но, как сказано, самовластно, заграждая уста всех, которые говорят, что он меньше отца. Ибо что нашлось бы равного такой власти, что он умершему, как живому, говорит, Лазарь, иди вон. И теперь сбылись на деле слова. Наступает время, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут. Евангелие от Иоанна 5.25. Дабы кто-нибудь не подумал, что Христос от другого получил такую силу, он вперед предсказывает о том, что имел доказать самым делом. Громкий голос Спасителя, воскресивший Лазаря, служит образом великой трубы, которая будет гласить во всеобщее воскресение. 1 Коринфянам 15.52 и 1 Фессалоникийцам 4.16 Как было это частное, так и всеобщее воскресение будет вдруг во мгновение ока. 1 Коринфянам 15.52 Вышел умерший, связанный по рукам и ногам. Связанному выйти казалось не менее чудно, как и воскреснуть. Итак, к чуду воскресения присоединилось еще чудо, то, что совершенно связанный двигался. Господь повелевает развязать его, чтобы приблизившиеся и коснувшиеся его увидели, что это он самый. Пусть идет он, это по нелюбви к славе, ибо не выводит его сам, не повелевает ходить с собою, чтобы показаться. Когда чудо совершилось, одни из видевших он уверовали, а другие объявили фарисеям без сомнения с целью опорочить его, совершившего нечто неправедное, так как он повелел раскопать погребенного. Вопросы? Евангелие от Анна, 11 глава 47-48. А вот у меня вопрос к Рахиль. Лазарь и Дион, это синодальный перевод. А вот в переводе «Светили иеговы» там это место по-другому. Не знаешь как? Не помнишь? Мне вот недавно это место говорили. А вы, Игнарь Тихонович, не помните? О чем? О чем? Ну, в современном переводе там не так переводено «Лазарь, иди вон», там как-то по-другому. Здесь-то конкретно, что Христос самовластно говорит Лазарю. А там что-то по-другому. Так а зачем по-другому-то? Зачем голову забивать, когда синодальный перевод есть-то? Какая нужда? Кто-то что-то сказал где-то. Зачем это? Сам себя путаешь на этом. Интересно, в Новосибирске я зашел, а там храм, и большая икона, не икона, а даже как панно нарисовано. Лазарь выходит из могилы, могила там, а так, пещера, выходит, руки раскинул, приветствует. Я говорю, кого раскинул, когда он связан был? Они ничего не считают, художники-то. А другое там что-то, преображение, на преображение нарисовали то, что при Рождестве. Что делать? Да ведро краски замазать. У нас в Барнауле Христос самарянка и сидит у колодца-то, и у него краник сзади, и вода тещет. Она говорит, колодец глубокий, да, подчерпнуть-то нечем. Из крана тещет вода, да, так настоятель испугался. Да как же так? Я говорю, ну как, ну считай, бери, я-то при чем здесь? Нарисовать-то тоже надо по содержанию книги, а не то, что тебе взбредет в голову. Они тогда рисовали, когда, говорит, ну а кто знает, кто в аду? Так вот, сатана тащит в ад людей, и, раз ведь, идет лев толстой, привязанный там за бороду. То есть, что могли, то и показывали, как им казалось. А если это Мадонна или кто-то, там, свою жену или кого-то? Евангелие от Ана, 11, глава 47-48 стихи. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют им местом нашим, и народом. Толкование. Какое крайнее безумие того, кто в телах прочих преодолевает смерть, думают предать смерти, чтобы сокрыть славу его, и после стольких чудес считают его простым человеком. И что за преступление, если он творит чудеса? В таком случае, должно веровать в него, поклоняться ему, а не считать уже простым человеком. Смотри, какая наглость у фарисеев! Стараясь возмутить народ, они пускают молву, что всем иудеям грозит опасность и погибель от римлян по подозрению в похищении верховной власти. Если говорят, оставим его, за ним последует много народа, привлекаемого явлением чудес, и, наконец, римляне заподозрят всех нас в похищении верховной власти, возьмут наши города и разрушат. Так говорили они с лукавством, чтобы не показалось, что они строят ковы Христу по зависти, они выставляют на вид общую опасность, возбуждая народ против Христа, как будущего виновника погибели их. Вопросы? Я вот тут недавно ролик смотрел, что во многих странах, на Украине в частности, все, кто враждебно к России настроены, они не просто к России настроены враждебно, а враждебно настроены именно к православию, то есть рушат православные храмы московского патриархата. Это прям, вот, для чего они это делают? Ну, вот как вот здесь вот сказано, что, ну, угроза была от римлян, и они тоже Россию предоставляют угрозу, угрозу, что там Путин захватил уже и Крым, и скоро и на Палестину пойдет, наверное, они уже там и на Европу, и все, все, все. И поэтому, чтобы оправдать свои вот эти вот действия разрушительные, направленные на, вот они вот прикрываются вот этой вот угрозой, я думаю, вот такое параллельное сравнение, как тем, никакой угрозы от римлянта не было, наверное, пока Христа не распяли. Такая вот у меня мысль. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 49 по 53 стихи. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше вам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад божьих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Толкование. У иудеев, между прочим, было искажено первосвященническое достоинство. Ибо с того времени, как начальствованные должности стали покупными, первосвященники уже не всю свою жизнь священно действовали, а только по году. Впрочем, и при таком расцелении этого достоинства дух святый еще действовал в помазанных. А когда они подняли руки на Христа, тогда благодать совершенно оставила их и перешла на апостолов. Тогда, как одни, в виде мнения, предлагали умертвить Христа, первосвященник был так кровожаден, что прямо с обнаженной головой и дерзко произносит приговор на Христа. Даже порицает прочих, что они не разумеют должного и не заботятся усмотреть полезное. Вы, говорит, не знаете ничего, не хотите понять и не подумаете, что лучше, чтобы один умер и спасся весь народ. Сказал он это со злобным помыслом, ибо благодать духа уста его употребила для предсказания о будущем, хотя и не коснулась скверного его сердца. Смотри, какая сила духа! Она устроила так, что из лукавого сердца произошли слова, заключающие чудное пророчество. Ибо когда Христос умер, то все уверовавшие из народа избавились от великого и вечного наказания. И он умер не за иудейский только народ, но чтобы собрать воедино и остальных чад божьих, то есть язычников. Чадами божьими называют язычников и называют их так или применительно к будущему, так как они должны соделаться чадами божьими. Как и в ином месте говорит, есть у меня и другие овцы. Евангелие Таана 10.16 Это значит, что с того дня особенно и окончательно они утвердились в этом намерении. Об убийстве замышляли они и прежде всего, но слабо, и дело было скорее вопросом, чем решением. А теперь состоялся окончательный суд и решительный приговор, примечая силу первосвященнического достоинства, как оно полно благодати Духа, хотя носящие Оно и недостойны. И прошу Тебя, почитай первосвященников по достоинству, обитающие в них благодати, а не по их произволу. Не только Каиафа пророчествует, но и многие иные недостойные знали будущее. Например, фараон об урожае и не урожае, Бытие 45.17.32 На выходу на ссор о царствах и Христе, Даниила 2, глава 28 по 45 стихи. И Валаам о Христе, числа 24.17 Да и не всяк, кто пророчествует, может быть назван пророком, но всякий пророк пророчествует. Подобно как не всякий, делающий что-нибудь врачебное, есть уже и врач, но кто делает врачебное по врачебному званию, тот может быть врачом. Подобно как и праведник, не тот, кто делает что-нибудь справедливое, но тот, кто говорит правду. Таразаконие 16.20 Так пророчествует и Каиафа, но не в пророческом настроении Духа, а потому и не пророк. Вопросы? Евангелие от Иоанна 11, глава 54-57 стихи. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим пред Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу. Как вы думаете, не придет ли он на праздник? Так первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Толкование. От приговора иудеев Господь удаляется не из боязни, а чтобы научить нас не вдаваться самим в опасности, хотя бы из-за благочестия. Но если будем захвачены, стоять мужественно, а если не будем взяты, добровольно не бросаться в опасность по причине неизвестности окончания дела. Смотри, как безрассудно намерение иудеев. Они на время праздника не удерживаются от злобы убийства, но положили совершить убийство и восходят для очищения. Согрешившие волей или неволей не совершали Пасхи, прежде чем очиститься по обычаю через омовение, пост, обрезание и принесение узаконенных жертв. А они, самые лучшие творящие очищения, составляют совет против Господа и говорят, как вы думаете, не придет ли он на праздник? То есть он непременно попадет в наши руки, и если не что иное, то самое время приведет его в наши сети. Какая злоба! Тогда, как и открытых преступников следовало для праздника освободить, и они злоумышляют против невинного. Если бы только простецы это делали, их пристрастие показалось бы делом невежества, а то фарисеи дают приказание объявить о нем и схватить его. Итак, Господь прилично удаляется от них. Слово, оставив Иудею, вышло в пустыню Ефраим, церковь из язычников об оплодотворенную Евангелием. Комментарий Игнатия Лапкина. Оплодотворение словом началось в раю. От слышания слова зарождается вера. Хотя главная информация в человека поступает через зрение. Но в вопросах веры Бог установил иной порядок. Предпочтение отдается слуху. Римлянам 10.17 вера от слышания. Когда евангельское слово попадает в слух человека, то душа оплодотворяется евангельским семенем. Начинается плодоношение, катехизация. Быть может, в ранние времена в Израиле, при жизни Христа, где люди знали закон Моисеев, этот срок исчислялся самим временем слышания. Деяние 8.36 Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду он, Филипп и Евнух, и крестил его. Этим людям не хватало только вести о пришествии Мессии. Но уже во времена соборов, времена распространения евангельской проповеди по всему миру среди язычников, этот срок оглашения, чревоношения, был установлен в несколько лет, от 3 до 5. Человек должен был порвать со ставшим его враждебным родством, прежним научением и полностью переродиться, родиться свыше. Церковь проверяла у веровавших длительным сроком испытания, насколько серьезно было решение принявшего евангельскую весть. Время рождения, становления христианином, то есть момент допуска к святому крещению, определял сам епископ, обладающий всей полнотой духовной власти, и это решение принималось как от Христа. Оплодотворение словом Евангелия завершалось рождением в водах крещения. Сегодня в православной церкви ничего этого нет. Предполагается, что родившись в христианской семье, восьмидневный младенец, правильно или неправильно крещеный, уже стал членом Христовой церкви, родился свыше. Сам ребенок не мог вкушать эту небесную манну, то есть откликнуться на проповедь Евангелия. А значит и все остальное, что делалось с ним, идет не по евангельскому пути. Не случайно в первые века крещение откладывалось буквально до смертного часа. Уходят без обладотворения словом Евангелия. Сегодня подавляющее большинство православной церкви из язычников, ни из евреев, не оплодотворены Евангелия. Христианский путь их начался не с уверования через проповедь, а через привычку хождения в храм, на исповедь и к причастию. Сегодня главной движущей проповедью священников является «Как можно чаще посещайте храм, богослужения, как можно чаще исповедуйтесь и причащайтесь». Но где же тогда оплодотворение словом Евангелия? Феофилак понимал слова Христа в истинно евангельском духе, что уверование начинается не с этого, но с ослышания слова Евангелия с благодатью призывающей, которая переходит в благодать обращающую, когда человек откликается на призыв Христа. Сегодня же, минуя евангельское слово, человека сразу же пытаются привлечь к благодати освящающей буквально с улицы к таинству. И это есть не евангельский путь, а оплодотворение словом Евангелия – вот единственно верный путь по Христу. Вопросы? Глава 12 С 1 по 3 стихи «За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежащих с ним». «Мария же, взявши фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира». Толкование «В десятый день месяца выбирают Агнца для заклания в праздник Пасхи». Книга Исход, 12 глава 3 стих. «И с этого же времени начинают приготовлять все необходимое для праздника. Обыкновенно и за шесть дней до Пасхи, то есть в девятый день месяца, едят, а роскошное с этим днем начинает праздник». И этим днем начинают праздник. Посему Иисус, придя в Вифанию, разделяет вечерю. Евангелист, желая показать истинность воскресения Лазаря, говорит, «А Лазарь был одним из возлежавших с ним». «Ибо он, явившись живым, не тотчас умер, но долгое время оставался на земле, ел, пил и прочее обычное совершал». Словами же, что Марфа служила, означает, что угощение было в ее доме. Она не поручила служение служанкам, но исполняет она сама непосредственно. И Павел говорит о вдовице, которая умывала ноги святым. 1 Тимофея 5.10 «Итак, Марфа сама служит вообще всем, а Мария воздает честь только одному Христу, потому что она внимает ему не как человеку, а как Богу. ибо она пролила мира и отерла волосами головы, потому что имела понятие о нем не такое, какое имели другие, не как о простом человеке, но как о владыке и Господе». Вопросы? Евангелие от Иоанна, 12 глава 4 по 8 стих. «Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы нам не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Сказал же это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал, «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Толкование. Иуда, будучи любостяжателен, не одобряет такой образ попечения. «Почему, как бы, говорит он, принесла ты не деньги, из коих мне бы можно было украсть о мира?» Как же другой евангелист Матфея 26, 8, 9 говорит, что все ученики сказали это? На это нужно сказать, что хотя все так сказали, но прочие говорили не с такой мыслью, с какой Иуда. «Господь не обличает Иуду, хотя знает, что он сказал это с намерением Татя, ибо не хотел посрамить его, научая и нас долго терпеть таковых людей. Впрочем, прикровенно Господь упрекает Иуду в предательстве и в том, что он предаст его на смерть по любостяжанию». Если же Иуда был любостяжателен и Тать, то почему Господь возложил на него распоряжение деньгами? Потому самому, что он был Тать, чтобы отнять у него всякое извинение, ибо он не мог сказать, что предал его Иисуса по любви к деньгам. Денежный ящик утешал его, но и нася ящик он не был верен, ибо он уносил, то есть крал то, что туда опускали, и был святотатец, присвояя себе подаяние на дело святое. «Пусть слышат святотатцы, какова их участь. Верх зла в том, что Иуда впоследствии предал Иисуса и Господа». Видишь ли, до чего доводит любостяжание? До предательства. Итак, апостол Павел прилично назвал сребролюбие корнем всех зол, 1 Тимофеев 6.10, потому что оно предало Господа и всегда так делает. Некоторые же говорят, что Иуде было вверено хранение денег, как меньшему прочих. Ибо служить около денег меньше, чем учить, как и в Деяниях 6.2 апостолы говорят, «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах». Первая половина занятий окончена, переходим ко второй. Вопросы любые. К Игнату Тихоничу, пожалуйста. Повторяй, вопрос говори, повтори его. Повтори его. Нет, он говорит, вопросы задавать. А, вопрос задавать. Аудитория какая? Аудитория какая? Замерла, все. Вы вопросы не таите, потому что ровно через два месяца мы уже выезжаем, а оттуда связь будет хуже. Ну вот спрашивает Юлия Соботина, что такое Иудейская Пасха? Вот Песах и Пасха – это синонимы, вот исход из Египта. Пасха означает исход Песах по-еврейски. Жень, это здесь он подправит меня. было сказано, что каждый заколит Агнца, как его съедать, еще он указал на исход. Все должны быть готовности, полной боевой готовности, и помазать косяки и перекладину. И ночью пошел ангел. Вот есть такой здесь мультфильм, я даже могу посоветовать посмотреть, называется «Принц Египта», он мультик, но очень сильно показано, как с неба сходит, как облако, и как оно растекается по городу, под дверь везде там свеча погасла, все-таки рука откинулась. Ну, здорово поставлено. Вот это есть Пасха-исход. Пасха назывался Агнец пасхальный, но он прообразовал, что грехи мира берет на себя Христос. Вот в Евангелии от Иоанна, первая глава, 29 стих, и говорит «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Почему Павел говорит «Пасха наша Христос заклан за нас»? У меня вопрос, Игнатих. Давай. Алло, слышно меня? Давай, давай. Алло. Слышно, говори. А хотел приехать, помочь вам на майские праздники, если это возможно. Как договориться с вами можно? А что помочь? Какая, в чем помощь? Ну, там, вы говорили, надо ремонтировать вам дома какие-то, еще что-то. У меня будет время, недели две. Я бы приехал, помог. Я даже познакомиться. Вот вы зайдите, дайте характеристику. Где, в каком городе живете? В Москве живу. Не понял. В Москве, в Москве живу. О, далеко как. Ну, если только вы плотник, и все как есть, мы ничего платить не можем. Мы все, я вот сколько, 46 лет бесплатно работаю. И ребята так же работают. Я, во славу Божию, хотел помочь. Вот если познакомимся поближе, узнаем, проверим вас. А вы к нам присмотрите стелемы, чтобы вам потом не сожалевать. Вот здесь я вижу Сергея Егорович, вот Игнатов. Мы его знаем. Он уже здесь был. Мне найдите Кальмаева, что-то он не выходит на меня. Он очень хороший мастер, ему в помощники. Ну, а что там на это? Приезжать не на один день надо. Если все подойдет, почему же нет? Кормление, туда сейчас я достоин пропитания. Кормление будет. Володя хлеб стряпает, муки достанем. Нам нужны работники. Сколько людей будет, пока ничего не известно. Это теперь не лагерь, а просто в гости приезжает. Хорошо, когда дети с родителями. Это вообще-то да, неприступная крепость. Вон я Наталью Усатую жду. Ну, мне вам позвонить отдельно, поговорить или как? Определимся. Вот вы здесь напишите. Вот я вам дам задание какое-то, выполните его, да нужно будет вам. Проверка будет. Спрашивай, по скайпу поговорить надо? По скайпу, вот сейчас поговорим, потом зайдете. Я вам сейчас кину, что именно нужно узнать, чтобы вас проверить. Что вы тот ли самый? А вы нас как-то, ну, мы здесь, из хозяева нас видно, а вы-то не, мы вас не знаем. Хорошо, спасибо. Потому что дети, я что-то вам скажу, нужно будет сделать, такое простое, но именно проверить. Спасибо, Христос. Я вам напишу сейчас личное сообщение. притом никакого тут ничего нет. Вот тут Фроликов был, и вот ему я дал задание где-то там сфотографироваться, и быстро фотографии сюда выслать. Где именно сфотографироваться? Какого места, если он в Москве? И сразу прислать, вот в этом проверка будет хотя бы. Ну и далее, ваша анкета, копию снять, там трудовой, паспорт, все переслать. Мы посмотрим. Потому что речь идет о детях. Мы за 46 лет, как говорят, ни одного прокола не сделали. Ни один ребенок не зашибленный, не утонувший, не отравленный. У нас строго все. Ну вот так, вопросы давайте, что касается спасения. Вот сегодня спросили, а что-то в другом месте, другой перевод. Зачем? Синодальный перевод не один из лучших. Как думали, он лучший за 2000 лет. Это уж Бог так сделал. Что там квакает все? Ну вот вопрос еще. Если неверующий муж не хочет, чтобы верующая жена носила платок, стоит ему подчиняться в этом смысле или не стоит? Ну, даже говорить бы об этом не надо. спрашивать, когда, допустим, что подчиняется. Как правило, она начинает диктовать. А бывает, что и муж такой же. Никак, уступки никакой не должно быть. Это то самое, где нельзя пятиться назад. Я в университетах вел занятия где-то, такие приходили. Ну, чтобы до конца стояли, держались, практически никого не было. Это 20 лет. 20 лет. Пять университетов по радио. Поговоришь с человеком и все. Пост. А я пощусь. А муж неверующий. Ну, раз ты уверовала, муж желает жить с тобой, живи. Живи. Ну, надо знать, где вот. Он купил мясо, ты приготовь в кастрюлю, заправь там картошку, все какие, ингредиенты разные там. А он пошел своей рукой, мясо опустил, все, пусть варится, теперь берите. Я варить вам не буду. Ты не нарушил, ничего. И в то же время заботишься, все готовишь. А дальше ты еще пироги пеки, там, что положено с рыбой. Ну, надо как-то сглаживать, если, конечно, ну, они все согласны с этим. А я не хочу. Ну, я не знаю как. Вот у нас как-то не было. Поговоришь, с мужем придет и... Были такие, которые не покорились. Вот я услышал, слухом, его допросил. А он какой-то туркмен или узбек был. Хорошие отношения были. Ну, а мать у него пила. Я узнал, он ее там в печку топили, он ее схватил, прямо в печь толкал. Я спросил, было такое? Было. Ну, и дальше уже с ним разбор был. Покаяния нету, я ему запретил приходить в университет. Так она пила, она из дома тащила. Это мать. У нас не игрушечный разговор-то, серьезный. Ну, что? Можно вопрос? Давай. Игнатий Тихонович, это я, Наталья, я хотела спросить. Я вижу тебя. От Матфея, пятая глава, двадцатый стих. Ибо говорю вам, если праведность ваша не произойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вот как достичь этой праведности? Ну, надо узнать сначала, что там требовалось для праведности. И предзойти его. Тут толковать даже нечего. Праведность была у них. Но если вы посещали написание? Ну, надо узнать, как они жили. Вот очень хорошо об этом Иоанн Златоуст говорит, когда толкует. Он вплоть до погоды рассказывает. Сын человеческого Александра Мене. Ну, более расширено так. Надо знать, какая, что это было, когда это возникло. И ты должен знать. А то до уровня парисеев еще не доросли. А мы должны превысить. Мины и мяты, мяты там все высчитывали там миллиграммами. А милосердие все забыли. Он не сказал, что то не надо и то не оставляй. Надо серьезно к этому относиться. А сегодня сказали бы, а как воспитывать? У мусульман, посмотрите, как воспитывать. Я говорю, настоящие мусульманские страны. Как они одеты, эти женщины, девочки? Ну, и прочее. Есть же что-то хорошее, можно взять. Спаси, Христос. Давайте. Что, ничего нету? Во, какая паства подобралась. А вот я вам сказал сегодня, тут то самое начало был, Константин Пархоменко. Вот вы его найдите и посмотрите. Ваше мнение сойдется с тем, что я сказал. Я сегодня один ролик первый прослушал, а до этого чуть-чуть. И первые слова его, у меня все внутри вот так вот сжалось. я вижу, что он как неправославный. И голос, и как говорит, и как он подмигивает там. Ну, все под копирку. Те люди, которые стоят на грани выхода из православия или только скрываются. Он по ногами топчет и рвет все. Православные каноны. Это Рахиль говорит. Я тоже под него подписывалась, этого Пархоменко. И тоже несколько его проповеди послушала и отписалась. Я говорю, что-то не то у него тоже. Ну, вот о женской нечистоте. Зарядите, и вы увидите, что он говорит. И там вверху я уже вставил, я редко захожу на чужие ресурсы, но тут поставил, в каком году, какой канон был, какое правило. Он все рвет, он не знает их. Или засевший враг тут, или он такой, какой есть. Да вот такой сказал. Зачем ему нужно всю грязь все тащить-то? Зачем? Когда правила, каноны стоят. А вот в Библии нигде не написано, святые не говорят, и он ничего не знает. Зачем говорить-то? Христос не пришел ремонтировать человека. Он тот же самый. Он ничего не говорит апостолам, не обородение. Почему? Все осталось так же. И о нечистоте, телесной. Он именно об этом говорит. Они там что-то прибавляли, приходя с базара, хотя они прикасались, а руки надо было мыть. Христос об этом сказал. А там, где написано, сосуд зашел, и было сказано Петру, ешь, что Бог осчистил, не посчитай нечистым. Да разве это относится к женской нечистоте? Он что, совсем это, надо просто врагом каким-то быть? Как это то? Оно не относится, что язычников, допустить до крещения, там больше ничего нету. А он к тому, что женщина в нечистоте, и она может заходить и прикасаться, то есть, причащаться. Златоуз говорит, если у тебя руки в навозе, в навозе, в дерьме, ты к царской ризе прислонишься? Нет? Ты побоишься даже подумать об этом? А это тело Христово. Да кого-то женщина нечистая прикоснулась, а на них тело написано к краю одежды его. Он ничего не знает даже. И говорит, канонный. Игнария Иванович, я его слышала, этого Константина Пархоменко, у него есть много видео, где он приводит переводы из греческого, с еврейского он переводит. Я посмотрела, его переводы даже не соответствуют переводам. Он там говорит насчет коринфинов, как покрывать голову женщины, что не должно быть. То есть все вопреки Святой Библии и канонула. Я одно видео прослушала, он есть у меня здесь в календаре, все его видео, он на каждое богослужение. Но говорит, конечно, чушь. Я его с первой фразы сразу сказала, что это дух Антихристов, это не священник. Я уже не говорю про его бороду. Меня тронуло первый раз, когда я на него натолкнулся, не знаю, кто-то показал, именно как он говорит. Тон. Вот экспрессия какая у него. Все не так. Он чужой. Христианин не может так говорить. Даже Осипов так не говорит. Даже Осипов. А уж он перепортил тысячи священников. И даже Осипов и то так не говорит. Как он говорит, у него прямо из голоса рвется, что он чужой. Несострадания, ничего у него нет. Чтобы только людей погрузить в какую-то бездну греха, тянет их. Святые отцы сидели. Что, Дух Святой закончил работать? Для чего тебе нужно? Это когда женщины внизу говорят, да мы никогда не делали. Как ты говоришь? Начинает, отец Константин, ну куда это годится-то? Да я разве пойду в нечистоте женщина находится? Нет идей, причащайся. Это враг только может так говорить. Злодей, который желает православие окончательно в грязь погрузить. Но у него в храме очень много людей собирается и слушает его. Это много. Много людей в аду. Много очень. А мало спасаемых. Люди-то ищут что? Чтобы ничего не делать. А вот это нравится. Ни поста, ни креста, ничего нет. Люди избирают себе, говорят, которые льстили бы слуху их. Он ничего не делает и в то же время причащается. Чтобы обязательно каждый день, каждую неделю. Никогда этого не было. Никогда. В России тысячи лет христианстве только четыре раза причащались. Посты. Если человек где-то что-то там споткнулся, загулял, пил, на два года отлучается от причастия. А за то, что не причащается, допустим, сколько-то год или сколько, за это не отлучают. Он может не участвовать в чём-то. А у них наоборот всё перевернулось. Отлучают за то, что не причащаются. Да, наоборот, не допускают до причастия, если согрешают. Причастие – это тело Господне, это жизнь. ну и причащается, и что? Все морги забитые, все кладбища, многие больны, немало умирают. Это разбойники, бандиты, толкают людей в погибель. Да и следует, да узнаёт, да рассуждает. Что рассуждать, когда ничего не знают? Даже не верят в воскресение из мёртвых. Говорить об этом не хочу. А он действительно ничего не знает. Я слушаю его, он только делается перед людьми такой знатный, знает греческий язык. На каждом его богослужении из греческого перевода так переводится, так переводится. То есть я тоже знаю греческий, тоже читаю, но что-то он не то говорит. Я сразу его... И он так подхихикает, видно, что у него страшный грех, блуда и прелюбодеяние. Да таких, может быть, 90 процентов, может быть. Но я натолкнулся именно вот это ярко выраженное вот это пренебрежение и гибельные слова. Он как говорит, я не могу это никак доказать, как интонация. Я ещё ничего не слышал. Одно предложение только. Я сразу понял, чужой. Какой у него голос, как говорит. Да разве можно поэтому решать? Ты не решай. Но дальше я стал смотреть подтверждение полное. Что, совсем бы уже нечувственное. Но видно, как он говорит. Заговорит, и я узнаю, кто ты? Игнатий Тихонович, мир вам. Да, давай, Анастасия. Вопрос такой. Очень многие спорят, что причащаться нужно чаще. Раз в две недели. Прямо священники так им и говорят. Ну и что говорят? Пусть говорят. Это же нигде не написано. Да нигде не написано. Я же знаю, что Иоанн Златоуст говорит, не приветствуем несчастье, нередкая готовность. Мариамон, я-то слышала. В 47 лет один раз причащилась. Один раз. Монахи, говорят, причащаются один раз в два года. Иоанн Златоуст говорит. Они прямо А священники прямо настаивают. Да, раз в две недели. Говорят священники так. Ну вот с одной женщиной общалась. Она говорит, вы очень редко. Мы раз в две недели, батюшка нам говорит, обязательно. Они ничего не понимают даже. Значит, они ни во что оно не действует. Жизни-то нету, нету. Кто-нибудь причащаться, не будет иметь в себе жизни вещи, не будет есть плоти, сына человеческого. Жизни-то никакой нету. А батюшка сказал. Ну и сказал, что он сказал-то? Ни по Писанию это не сходится, ни по жизни. Причащаются все больницы забитые, дохлый народ-то. Ну не случайно же это. Вот мы причащались в этом посту, следующее и все время так пост наступил, а до поста никто и дети, детей причащают. И никогда по-другому не было. Еще такой вопрос. Вот в Свято-Дивеевском монастыре вот есть эта канавка Богородицы. Это тоже все женщины с той же разговор. Ты куда-то не слушай, Анастасия, подними голову-то выше. Вот так. Я только на место поставлю камеру, она у меня опять куда-то уедет. Опять поползла. Говори. Свято-Дивеевский монастырь, ну, Серафима Саровского, вот, Дивеева. И там вот есть канавка Богородицы. И, ну, вы это, наверное, знаете же все, да? Что там вот они, люди, которые ходят по этой канавке, они зачем-то берут землю. И считают, что если эту землю взять, то вот, ну все, все уже, от всего ты излечишься, все будет у тебя хорошо. И люди причем в это верят, но прям вот как будто-то, ну, прямо источник исцеления какой-то. Да, она совсем язык не погань даже. Люди не знают ничего. Ну, еще спрашивать. Ну, не только в внешне, а в внешне. Архиерей идет, они платки сбрасывают, чтобы архиерей наступил. А если отпечаталась нога, тут уже святыня дома. Ну, прямо с мощами с этими, не знают, чьи мощи, чего тащит этот. Ну, прям какое-то некрофилие самое настоящее. Живого. Я просто... Даже живого, говорит, что ищете живого среди мертвых? А здесь раскапывают. Он говорит, оставьте мертвецам хоронить мертвецов. Кто хоронит, вот это там разные ходят. Мертвецы. А чтобы раскопать, как будто Богу даже на ум не приходило такое. Ну, рассуждать-то не очень, совершенно. Тьма египетская, непрорубная. Ну, я-то так и считала. Просто человек живет там, в Дивеево, и на этом настальбует. Время не тратить, не надо, пустое. Все, все, все. Все поняла, Игнать Тихонович. Конца крайне перечислишь все эти беды. Они сбрали такое с мертвецами, пускай большего они не достойны. Ты молись. Серафим-то как молился? Иногда он стоял просто, и он ни вслух молился, ни бумажки, никак. Просто стоял и созерцал. Он стоял перед Богом и удивлялся милости Божьей. Это самая молитва. А сегодня что, а что ты стоишь, а что читаешь? Я ничего не считаю, я ничего не вижу, молюсь. Спасибо, Христос. Слава Христу. Еще, однако, еще нету. Сергей, если еще нет, так продолжай, наверное. Игнатед Игнатьевич, Миром, а почему вы зашли к Константину Пархоменко это выговорили? Да не знаю я почему. Каким-то образом меня кто-то толкнул или еще посмотреть, скинули. У меня время нет на это. Вот, я увидел, что он говорит, он лжет, прямо лжет, что нигде, никогда никто не говорил. Начинает Климент Римский в третьем веке, а он с 97-го по 101-й год, вот в это время примерно умер-то, он на два столетия говорит неправду-то, а люди не знают. И не говорили, да каноны есть, женщины в нечистоте можете причащаться, да даже говорить об этом нельзя. Мерзость всякую. Ну, я убедился сегодня, меня побудили опять, мне скидывают, выговорили там какие-то ролики, приходится посмотреть, а здесь смотреть нечего. Именно как он говорит, то есть совершенно ничего нету у него. Он говорит, как будто бы, ну, первый раз слышит о христианстве. У него ни проникновения внешнего нету. Вот этот Боев, Боев там, Красноярский, там они куролесили, их наконец запретили, они сейчас перешли полностью в сектанты. И вот этот Журавлёв Сергей Кривляка, новообновленческая, там он архиепископ или кто-то, всё, еврейские шляпы надевает, да везде ездит в Израиль. Всё, кривлялся, кривлялся и потерял всё. Какие-то там собрались, его рукополагают, епископ, архиепископ, фелькина грамота, всё. Игнатий Тихонович, можно вопрос? Конечно, можно. Скажите, у нас здесь, ну, мы православные до сорокового дня говорим, Христос воскрес, а вот которые неверующие есть у нас русские, тоже и мой муж. Я ему утром говорю, Христос воскрес, а он ничего. Что мне ему говорит? Доброе утро? Ну, скажи, доброе утро. У нас тут разговор идёт там около Казани, там татары, он идёт и утром говорит, Христос воскрес, он, ай да молодец, Христос. Он даже то понимает, хорошо это, что воскрес-то. А он для него не воскрес, ещё в Греции как-то говорил, Христос воскрес, а сейчас говорит, да сколько раз в день он воскресает? Один, однажды он воскрес, и мы с этим приветствуем. Сколько раз с Днём Победы, сколько годов, столько с Днём Победы поздравляют. Это победа. Победа над тьмой, над злом, над дьяволом. Ну, я так же и говорю, но это бесполезно. Ну, не надо, сказал один раз, и всё, сказала что-то, утро доброе. Ты его не знаешь, здоровья не надо здравствуйте говорить, а просто утро доброе, это ни к чему не обязывает. Хорошо, благодарю. Да, слава Господу. У нас тут собрали религиозных делателей, мэр города, ну, и евреи тут прислали одного, он у них, я не знаю, кто он, за раввиной, или за руководителя, ну, он ничего, жертву-то никакой не приносит. Ну, такая рыжая, красная борода у него, всегда в шляпе, ну, видно, что очень образованный такой, даже выступил немного. Тут Рождество было, и он встал, и я всех поздравляю с Рождеством, и сел. Я говорю, с каким Рождеством? Он же не сказал. С каким Рождеством? Игнатий Тихонович, вот у нас на воскресной школе Евангелие не читают. Я побуждала батюшку читать, а он говорит, вот он ухмыляется, и все. Ну, святая дома, никогда в церковные дела никогда не входи, я никогда в это не лезу. Беспорядок какой, постараюсь помочь установить порядок, постороннее там, хулиганить начинает даже. А там священник, он отвечает за это. Я повторяю, за 55 лет я ни разу, хотя я проходил полный курс семинарии, на меня уже ряску сшили, поехать только рукоположить. Я походил по комнате, снял и сказал, это не мое. Батюшке пришлось тогда уже занимать это место. Нет, и все. Ну, он там, ну, не читал, дома просчитаешь. Никому не советую лезть в алтарь. Даже, ну, что он там делает? Курица и табак, тогда другое дело. А так, что они там делают? Бывают и смеются. Ну, вот считаешь, на Ростоне Якуба Колоса, и они там разговаривают между собой, там дьяконы, продает телку-то, а у тебя телка-то покрытая? Он говорит, да, а сколько ты просишь за нее? А мать тебе много молока дает-то? Возла сделает там, помолимся, и опять спрашивает. Скажет, да такого не бывало, другое дело, отец таким знает, у него, который рукополагал, архиепископ Максим Кроха из Белоруссии. Ну, он дал магнитопон, и говорит, мне запишите там, как литургия-то идет-то. Ну, не включить-то, включили, и забыли про нее. А другой-то взял там дьякон, принес, и он включил, слышит в алтаре, они там между собой разговаривают, так ты какую марку машины-то купил, такая, а у нее карбюратор на сколько, так, а бензин какой берет-то? Архиерея их вызвал, да, владыка, мы не знаем, как это записалось. Ну, записалось-то, вы что занимаетесь-то чем? А народ-то не знает, они там молятся. Конечно, это уже не годится, но и тогда мне это не помешает. Во-первых, я не слышу, а во-вторых, я молюсь, да и все. Я никогда не лезу, повторяю, никогда, это не моя сфера. А вот зайдет человек и не знает что-то, потихоньку я его поману за дверь туда, и тогда дальше ему расскажу, что-то покажу. Ну, не так, что узнал, не так, вот теперь ломится, ты ничего не добьешься, священник, что он тебе будет отдавать-то власть свою? А он сказал, сказал, выполни, если выполнимо. Не противоречит, Писанию. Бывают священники непримиримые, абсолютно никак. Ну, тогда уже ничего не сделаешь, отойди, другой храм пойди. Как у нас Нину Жолнирун преследует, она на улице стоит уже какой год. Зимой валенки у нее, до земли протаивает. И уже архиерею говорили, и все, и никакой пользы. Нина, это твой жребий. А теперь стали ее даже со двора выгонять. Вещь неслыханная. Когда в патриархии, там вообще никаких правил нет. Любой, приходи, причащайся, отпоют. А это все знает. Только за то, что она со мной знается. Она у нас крещение приняла, через нас пришла к Богу, а его это не касается. Он священник Игорь, Чернодыров или Чернодаров как-то. А сейчас он Спиридоном. Село Клочкири, Брихинский район, Алтайский край. Нет на него управы. Ну нет, ты неси это бремя. Вот. Молись дома. Нас никто не отучит от любви Божьей. Вот это так надо понимать. Я не советую никому со священниками там где-то спорить. Если это... Он не учит. Начинайте сам учить. Бери на себя. Собирайтесь. Тем более у нас такой богатый материал. Отрите тот вам открытым оком и трехтомник толкования блаженного филакта. Вот Сергей Павлович ведет занятие. С священниками не надо. Ну, я говорю вот такое. Ну, и мы к нему не лезем еще. А он там говорит, вывешивает афиши там против нас. Да я и знать не знаю. Прости ему, Господь, он не знает, что творит. У нас бабушка есть. Я ей говорю, надо благовествовать. А она говорит, еще чего, в православии нет благовествия. Ну, правильно. Я говорю, а как же я пришла в православие-то? Ну, это ты, говорит. Ну, у нас Евангелие раздают. И одна там Анна Кузьминична Ельникова в электричку садится, билет взяла в один конец, а потом обратно. Ну, и подает. А бабка-то полезла в сумку за деньгами. Она говорит, баба, не надо. Это мы бесплатно раздаем. Бесплатно. Она ей сразу, на, забери. Ишь, сектантка прикрылась. Православные никогда ничего даром не дают. Вот я тебя и узнала, кто ты такая. Подошла Елейна. Знаете, возьмите. Она говорит, да даром это? Даром это сектанты дают. Православные ничего даром не дают. У меня один знакомый. Я говорю, что ж ты пьешь-то? А меня обозвали сектантом, баптистом. Я говорю, ну и что? А баптисты не пьют так? А я сейчас вот напился, даже на улице чуть не замерз. Все видят, я пью. Значит, я не баптист. Вообще здорово. Ну, кто хочет еще потрудиться, приехать, только ребятишек набирайте, заранее спишемся. Все, Сергей, наверное, да? Ну, вот этот человек-то, который, он сказал, на майские праздники, вы, наверное, не расслышали, на 9 мая. Нет, 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 нет. Ехать такую даль, зачем это нам? Нет, если ехать сюда на отпуск, на месяц, а это какая работа-то? Так только, суета одна, встречать у нас очень трудно, ночной поезд, остановка, то-то, ой-ой-ой. Это даже в Барнауле он был, бы и то не взяли, а то с Москвы. Именно вот такой, что приехал и там на месяц, вот как-то. Тогда вопрос другой. Для Бога, не для нас. И тут и храм, в храм ходим, беседы идут, занятия идут. Тут настоящая жизнь христианская. Ну что, давайте молиться. Ангеловы, пиаши, благодать, нечистая дева, радуйся, и покереку радуйся, твой Син воскресит три дни венад гроба, и мир твоя возбегнула. И люди, веселитесь, святися, святися, Новый Иерусалиме, слава Бога Господня, на тебе воссия. Легко ныне веселись, а сегодня ты же чистая, красусья Богородица, а восстание Рождества твоего. Благодарите, Игорь Тихонович. Билосердный Создатель, мы предстали перед твоим величием, чтобы воздать достойную славу тебе. Ты снова позволил нам собраться. Ты даровал нам прекрасно переведенное Евангелие. Хвала тебе. Господи, саделай, чтобы все мы были сосудами Духа Святого. Укажи нам, где мы можем приложить знания своей, труд свой. Найди наших родных и близких, не познавших тебя. Распусти нас с миром. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо, Христос. Слава Христу. Аминь. Игнатий Тихонович, мир вам. А вот, в ролик-то выставили, как вот Василий и Сергей там друг друга прощения просят в конце. Ну, сначала, вот, как, как вот вы сами оцениваете, что нужно было делать, как вот, чтобы такого не... А зачем мне, кто меня поставил оценивать-то? Оба верующие, ну, пускай сами оценивают, я вообще не смотрю на это. Ясно. Вы этого человека не знаете, он, Сергей, вот, каким талантом он подошел, и вместе молились, и даже он там голову поднял, вот, он вот таким крючком все время ходил-то, и такие грехи открыл-то. Я бы никогда этого не сделал. У него талант у Сергея Павловича на это. Да. Это судить-то. Люди судят, которые ничего не умеют делать, и они не знают даже. А ты с ним побудь. Он совершенно непокоривый. Обедать он будет полтора часа сидеть. У меня таланта не хватило бы вот на такого Василия Николаевича. Так. Спасибо, Христос. Я спрошу Зонову Анастасию-то. А твои ребята-то не могли бы приехать в мае, в конце мая, чтобы помочь-то тут? Кое-что тут. Отпуск? Уже не только в июле? А, ну все, там уже не надо. Вот, если свободен, то в июле можно тут. Потому что домик я приобрел, тут там можно сене только построить, чтобы там людей можно было принимать. Нас-то нынче, прошедший год-то, нас не трогали. Начальник уголовного розыска приезжал. Никто. Нигде нас не трогали. Так что Роспотребнадзор нам доброе дело сделал. Стало лучше. Лучше. Ну, что сравнивать-то? Тут у нас теперь и холодильники, и электрические там, это плиты, ну, с домом. Или там, ну и там-то мы пробыли ни день, ни два, сорок пять лет. Там уже все такое. Ну, мы умеем приспосабливаться в бедности. Бог дал. Умею жить с худостью, умею жить в изобилии. Ну, все тогда. Еще нет больше? Отходим? Давайте. С Богом. С Богом. С Богом.